Ой, дешевле! Эту женщину привезли в роддом на скорой. И есть риск, что роды будут сложными. Во время беременности у пациентки врачи обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Но врачи вынуждены идти на риск. Почему? Рожают мало. Каждый беременец – это ценность, это достояние. Но деться некуда. Поэтому это социально значимо. Каждый имеет право на материнство. С существующими современными всеми нормативами. Женщина имеет право при любом своем заболевании настаивать на том, чтобы беременность у нее была. Альбина Латыпова еще только в ожидании чуда. Она так же, как и ее соседка по палате, уже в третий раз собирается стать мамой. И хотя на этот раз беременность протекает намного сложнее и есть риск, она не унывает. А чего бояться-то? У меня вот бабушки родили по девять внуков в войну. А сейчас все прекрасно, я считаю. Сложности, конечно, всегда есть, кому сейчас легко. Но мне кажется, это то, ради чего стоит жить. Это ребенок, это самое большое счастье. По официальным данным, сегодня каждая вторая женщина, вынашивающая ребенка, имеет серьезные проблемы со здоровьем. И самое страшное, как говорят гинекологи, что беременные испытывают необъяснимый страх перед лечением. Считая, что пилюри пить страшнее, чем вынашивать ребенка, будучи нездоровой. Вот это невежество, оно может, конечно, сыграть свою не очень хорошую роль. Такие случаи очень часто бывают. Она считает, что она где-то прочитала, она где-то услышала, что это вредит ей, вредит ее ребенку, и она этот препарат какой-то там нужный, принимать не будет. Но здесь, конечно, и она может это скрыть от доктора, вот это самое-самое обидное. Возвращаясь к двум последним случаям, которые буквально друг за другом произошли в Чистополе и в Менделинске, когда роды стоили двум женщинам и ребенку жизни, профессор Ильдар Фаткулин не скрывает – проблемы есть. В районах страшный кадровый голод, а докторам, которые сегодня принимают роды, попросту не хватает знаний. Чтобы получить их, сегодня уже не надо никуда ездить. Москва еженедельно проводит телеконференции. Но врачи из районов почему-то новыми технологиями пренебрегают. Ничто не мешает руководителю собрать своих, пусть трех врачей, наладить программу очень легкую. И сейчас они получат то, что не надо никуда ехать. Те, кто проводят телеконференции, они отвечают за то, что говорят, и за тот лимит времени они знают, что это не выездная конференция, ты где-то целый день занимаешься аудиторией, тебе донут час. Сын и дочь едва не стоили Маргарите жизни. Своих двойняшек она доносила с трудом. А когда была проведена операция кесарево сечения, и, казалось бы, все уже закончилось, случилось страшное. Оказалось, что у меня внутреннее кровотечение началось, и мне уже включили общий наркоз, и заново оперировали, то есть снова распороли швы, и уже кровотечение матки пытались остановить. Еще недавно в такой ситуации матку попросту удаляли. Но врачам первого роддома удалось сохранить орган, и это стало настоящей победой. Были перевязаны артерии, была перевязана матка, и орган удалось сохранить репродуктивную ее функцию. А еще докторам удалось совершить настоящий прорыв в медицине. Чтобы не нанести травму недоношенным детям, они научились извлекать их прямо в околоплодном пузыре. Эту уникальную методику изобрели наши врачи, и сейчас у них учатся именитые доктора из зарубежья. Нет контакта с рукой хирурга, нет контакта с раной, малыши маленькие недоношенные. Мы их извлекаем вот с целым плодным пузырем, то есть как в аквариуме они, в общем-то, не травмируются. В этом году в республике приняли 52 тысячи родов. Трагически они закончились для шести женщин. По словам специалистов из Минздрава, в сравнении с другими странами эта цифра небольшая. Чтобы свести риски к минимуму, в республике работает программа модернизации. Более 3,7 миллиардов рублей пошло на действие родоспоможения, что позволило нам сделать ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию именно в тех самых основных учреждениях детства родоспоможения, где принимается наибольшее количество родов. Только что здесь закончились роды. На свет появился очаровательный малыш, мальчик. И, как говорят специалисты, во время родов нужно очень четко следовать указаниям своего врача. Это заметно облегчает процесс. Еще одна проблема, из-за которой часто все идет не так, это неграмотность и неподготовленность самих рожениц. Ведь роды – это сложный процесс, и к ним надо готовиться. Посещать курсы строго обязательно, говорят врачи. В Советском Союзе, опять я к Советскому Союзу возвращаюсь, была система психопаршелактической подготовки. Она давала свой эффект. Если человек ее посещал, он был прилично подготовлен к тому, что он должен делать в родах. Психологическую подготовку надо пройти и самим сотрудникам роддома, считают гинекологи. Ведь не секрет, что зачастую женщины боятся идти рожать, испытывая страх перед хамством и грубостью персонала. В принципе, в большом счете женщины боятся к роддому идти. Почему заключаются эти договора? Потому что они хотят, чтобы к ним было просто нормальное человеческое отношение. Айгуль Гелемханова только что родила сына. Она сама доктор и прекрасно знала, как себя вести при родах. Но в какой-то момент силы закончились. Кажется, что все органы разом отказывают, как будто бы ничего не перестают все работать. Но есть такое, да, больно. Всю эту боль она забыла, как только увидела ребенка. Для Айгуль самое страшное позади. И справедливости ради надо сказать, что в большинстве случаев роды все же заканчиваются благополучно. И врачи сегодня бросают настоящий вызов природе, помогая появиться на свет даже тем детям, которых раньше спасти бы не удалось. Так что роды сегодня – это большой подвиг женщины и врача. Айгуль Незамудинова, Лисан Латыпова, Владимир Ладушкин и Рустем Кадыров. Телеканал Эфир.